Гагаринский районный суд города Москвы в составе председательствующего народного судья Зайцевой Народных заседателей Гаврилова и Гусева при участии секретаря Голубевой Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело номер 2, 688-6 По иску Мирошниковой Лидии Алексеевны к Мирошникову Федору Ивановичу о расторжении брака Суд установил, стороны состоят в зарегистрированном браке с 23 августа 1967 года От брака имеют одного ребенка Ивана 1969 года рождения Истица просит суд расторгнуть брак на том основании, что ответчик любит другую женщину Ответчик на судебное заседание явился с иском согласен Дай платок У меня нету Что ты сейчас сказала? Я говорю нету платка Вот возьми Спасибо тебе Вы очень любезны У меня есть Сынок, значит так Я сейчас схожу в магазин и жду тебя там на остановке Мы с тобой сходим в зоопарк и в планетарий Договорились, сынок? Да, мам Ну и прощайте Твоя мать Святая женщина Мне очень жаль, старина Что так получилось Никаких проблем, пап Я надеюсь, что мы будем видеться как можно чаще Разумеется, пап Девочка, она, конечно, первоклассная Тебе правда нравится Давай я вас познакомлю Наташа Наташа, иди сюда Иди сюда Мой сын Иван А это Наташа Очень приятно, поздравляю Спасибо Федор Ваш папа много говорил о вас Да Представляю, что он обо мне наговорил Все нормально, старина Берегите его, у него язва Ну, Иван, ну Что, Иван, что тут такого Ему мама настойку из трав делала Если хотите, я могу потихоньку списать рецепт Спасибо, это было бы великолепно Мне пора Ну, давай До свидания Вы приходите к нам, Иван Обязательно приходите Непременно Я действительно приходил к ним потом несколько раз И принес рецепт, который обещал Наташа Однако, скоро мой отец По профессии инженер-строитель Уехал работать в Африку Я, между тем, закончил школу И, что называется, вступил в большую жизнь Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Скажите, молодой человек Она говорит, иди в педагогический Там мальчиков дефицит Может, примут Не хотел с ней спорить Мальчиков у нас действительно дефицит Но не до такой же степени Я понимаю Извините, зря это все Просто не хотел с ней спорить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я вист, у тебя же ни одной взятки нет Ну тогда и пас Какой пас? Завистовано все Ходи давай Дурак ты, Михей Сейчас без двух сядешь Сам дурак, а марьяж У него все пики в сносе Иван, ну хватит подсказывать-то Ведь на стол же играем Ходи, Михей Здорово, Иван! Базин, когда трояк отдашь Слушай, Базин Я на работу хочу устроиться Ходил в наш овощной магазин А меня не берут У тебя вроде отец там работает Ну, грузчик Может, он мне составит протекцию? Ну, я узнаю Узнай А ты что в овощной собрался? Морковку лешь? А от дома близко Морковку Все равно в армию скоро Ты почему обманул отца? В смысле? В смысле? Поздравляю, старина С поступлением в институт Честно говоря, не ожидал Помнится, в школе ты не проявлял Склонности к точным наукам Тем более приятно С нетерпением жду Великих открытий, папа Я хотел сделать ему приятное Ты бы сделал ему приятное Если бы на самом деле Поступил в институт Сколько можно про этот институт говорить Не поступил и не поступил Дарвин тоже плохо начинал А как кончил? Да ладно ты не Дарвин Дарвин не болтался С утра до вечера по улицам без дела Все, хватит Пора подумать о работе, Дарвин Я думаю, мама Я хочу устроиться в наш овощной Но это оказывается не так просто Базин обещал помочь Базин Да твой Базин дегенерат Обозвать человека несложно Послушай, что пишет твой Базин Крепостное крестьянство с негодованием Встретило сообщение о татаро-монгольском нашествии Это пишут учащиеся профессионально-технического училища А что здесь неверно, собственно? По-твоему, крестьянство должно было радоваться приход Батыя, да? Слушай, ты же все прекрасно понимаешь Ты же сейчас говоришь мне назло Ты все, все делаешь мне назло Ты такой же, как твой отец Да при чем ты отец-то? Ты такой же, как он Тебе доставляет удовольствие мучить меня Черствый, бездушный Настоящий садист Я бы на месте отца тоже от тебя ушел Ты кого хочешь, доведешь Ой, ты зачем так со мной говоришь? Ты же меня ненавидишь За что ты меня ненавидишь? Перестань плакать Перестань плакать, я тебе сказал Если ты не перестанешь, я весь дом сожгу Перестань плакать Я подыскала тебе место Надеюсь, не неже замминистра Угу, почти Курьер В журнале Вопросы познания С детства мечтал стать шестеркой В таком случае Можешь считать, что тебе крупно повезло Заполни анкету И напиши автобиографию А как ее писать? Когда и где родился Кто родители, где учился и так далее В общем, кратко запиши свою жизнь Здесь можно сесть? Садись Закрылся 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 Написал? Давай почитаем. Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род, хоть ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семейств королевства. Мой отец, граф Дебрисак, сражался в Голландии в полку господина Лаваля, был ранен копьем при осаде Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу был прилично воспитанный и получил изрядное образование. Ныне расставшись со своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле брани, и прошу зачислить меня в роту черногвардейцев, Его Величество. Пиши снова. Я пошутить хотел. Я понял. Вот. Разрешите вам представить наш новый курьер Иван Мирошников. Здрасте. А что, ничего. Зиночка. Кому Зиночка, а кому Зинаида Павловна. Ух. Меня зовут Степан Афанасьевич Макаров. Я главный редактор вот этой организации. А меня зовут Ван Пантелеимонович. Простите, а вашего отца зовут Пантелеимон? А что здесь такого? Нет, ничего, замечательное имя. Я считаю своим долгом напомнить Зинаиде Павловну, что в обязанности курьера входит сортировка и доставка писем, получаемых редакцией, поездки в город по служебному поручению. А личные просьбы как-то сбегать в киос за сигаретами и сходить в магазин, чтобы купить к чаю чего-нибудь вкусненького. Благодарю вас. Это в обязанности курьера не входит. Понял, старина? А чего смеешься? Да вы старина сказали, меня отец так называет. Ну, в чем-то мы все отцы. Это, конечно. Только он с нами давно уже не живет. Сочувствую. Кому? Ему или нам? Наш человек. Значит так, Иван, вот тебе первое поручение. Съездишь к профессору Кузнецову и отвезешь статью. Большой спец в педагогике. Ну, ты видел эту телепередачу, как ее? Школьные друзья. Школьные друзья. Отвезешь статью. С утра ждет. Давай, дуй. Базин. Здорово. Привет. Ты чего не в училище? Да это физкультура особая. Вот на Лизские горы еду покататься. А откуда он у тебя? Да тетку из Сталина прислал. Поехали со мной покатаемся. Не могу, я на работе. Рукопись надо отвезти. Отвезешь. Покатаешься, отвезешь. Разодись! Давай, давай, догоняй, догоняй, давай. Спасибо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы кто? Курьер Вот именно что, курьер Из-за вас, господин курьер Я потерял три часа драгоценного времени Вот ваша рукопись Катя, проводи молодого человека до дверей Спасибо, я не тороплюсь Вы знаете, я с удовольствием выпил бы чашку чая и слопал бутерброд с сыром Но я же говорил, что он сумасшедший А что я сумасшедший? Я же не прошу, а сто рублей взаймы И на том спасибо Человек голоден Просит чашку чая, кусок хлеба Че тут такого? Да вообще-то Катя, пожалуйста, проводи молодого человека на кухню Дай ему стакан чая И бутерброд А ты ничего? В смысле? Ну там, фигуры и ноги Это в маму, у нее тоже ноги длинные Интересно было бы посмотреть Она попозже будет Ну знаешь, у нас в школе такая учительница была Симпатичная Ну, фигура, грудь Интересная женщина Ну и что? Один раз она нам фильм показывала Про всякие там физические явления Учебный такой фильм Я сидел один На задней парте Она ко мне подсела В общем, свет не был И так разволновался Ну и Придвинулся к ней Потихоньку А она? Она сидит, как будто ничего не происходит Короче, я ее обнял А она? После урока она мне говорит Мирошников, это моя фамилия Зайди ко мне после уроков Ну а ты? Я зашел Она в Лаборантской была Там, Колубочки и прочий дребедень Она меня как увидела У нее грудь вздымается Как волны На картине Вазовского Девятый вал Я ей говорю Надежда Ивановна Я от вас без ума А она говорит Мирошников, милый мой И как сиганет мне нашед Ты представляешь? Да Я тоже была влюблена В одного учителя Видный такой мужчина Он у нас в школе Литературу и русский преподавал Ну и как ты? Да никак Ну написал ему письмо Он не ответил Ну ты понимаешь Я девушка, мне неудобно Навязываться Это конечно Ты вообще чем занимаешься? Учусь в МГУ на первом курсе Я бы сейчас тоже мог На первом курсе учиться И что? Вступительный экзамен Сдал на отлично Ну потом забрал документы Решил жизнь Новый подкопить В армию послужить Ты молодец Я тоже не хотела Поступать в этом году Но родители Их же не убедишь У меня в этом смысле Без проблем Я к вам завтра Наверное зайду За рукописью Заходи С папой Я, пожалуй, прощаться не буду Да, не стоит Ты его немного вывел из себя Пока Пока Иван Послушай По черточкам морщин В стекле правдивом Мы все ведем Своим утратам счет А в шорохе часов Неторопливом У краткое время К вечности течет Запечатлейте беглыми словами Все, что не в силах Память удержать Своих детей Давно забытых вами Когда-нибудь Вы встретите опять Как часто Эти найденные строки Для нас стоят Бесценные уроки Пушкин ше Пушкин Шекспир Как-то профессор Розенфельд Сказал мне Вы третий раз Поступаете к нам На актерский И все время Читаете патетику А между тем Вы прекрасная Комедийная актриса Я договорюсь Чтобы комиссия Снова послушала вас Ты что, актрисой Хотела стать? Да Представь себе Ну, твой отец Сказал Не надо Третий раз Стучаться В закрытую дверь Не надо А я была Влюблена в него У нас сегодня Вечер был на работе И меня попросили Почитать стихи Ну У меня было Плохое настроение Но я взяла себя В руки Вышла на сцену Я читала Бьют женщину Вознесенского Сначала Зал молчал А потом Ты себе Представить не можешь А в отцы Море цветов Ну Меня потом Все поздравляли Мужчины предлагали Проводить до дома А один там был Полковник Приглашал в ресторан Ну Я пошла домой Одна Земля в иллюминаторе Земля в иллюминаторе Земля в иллюминаторе Видна Как сын грустит о матери Как сын грустит о матери Грустим мы А земле Она одна А звезды Тем не менее А звезды Тем не менее Хоть ближе Но все так же Холодны И как в часы затмения И как в часы затмения Ждем света И земные Видим сны И снится нам Нам не рокот космодрома Не эта голубая тишина А снится нам трава Трава у дома Зеленая Зеленая Трава А снится нам Трава Трава У дома Зеленая Зеленая Трава Мам. Чего? Ты что, плачешь? Нет. Иди спать. Ты что вчера у Кузнецова натворил, Бандилий Монович? А что такое? Он позвонил сегодня ни свет ни заря. Я просил прислать за рукопись у кого-нибудь другого. А ты? А я сказала, больше некому. Ну а он чего? А он сказал, очень жаль, что в таком уважаемом учреждении работают такие нахалы, как этот молодой человек. А ты? А я говорю, он у нас погоду не делает. Он у нас так, поди подай. Замечательно. Прям как у покойника. Что ж ты такое натворил, Ваня? Да ничего. Просто его дочка втюрила с меня по уши. Вот он и опасается. Ну ты даешь. Ты свое дело знаешь. Кузнецов сильный человек. Ты на цветной съездил? А что сидишь? Дуй. Привезешь фотографии. Адрес возьми у Григорьева. Потом Кузнецова за рукописью. Сегодня ее надо в набор сдавать. Душно у нас чего-то, нет? Нет. Вань, открой форточку. Степан Афанасьевичу душно. Доставь дурака Богу молиться. Форточку-то открывать? Да ладно, и так полегчало. Не ушибся? А вы как думаете? Дыроколом? Да по башке, это как приятно. Дырокол? А кто ж его туда засунул? Я его три недели ищу. Дай-ка. Да. Такой штукой по голове это не шутка. До крови можно разбить. Ну если с большой усатой, конечно, до крови. А может и не до крови. Как это не до крови? Да таким дыроколом убить можно. Ну это вряд ли. Ну ты подумай, если им со всей силой да... По башке! Ну-ка дайте мне посмотреть. Смотри. Ну если со всей силы, можно убить. Видал? Да. Здравствуйте, Олег Петрович. Шум? Да у нас это, курьер новенький с окна свалился. И знаете, что любопытно, Олег Петрович? Ему на голову дырокол упал. Да нет, у вас маленький. А у нас такой тяжеленный дыроколище. Нет, ни единая ссадина. Ага. Хорошо, сейчас зайду, хорошо. Ладушки. Значит так, Иван, дуй на цветной, привезешь фотографии, адрес возьми у Григорьева. Ну а потом к Кузнецову. Здрасьте, я курьер, я к Семену Петровичу за рукописью. А-а-а, проходите, проходите. Вы как раз вовремя. Мы обедаем. Спасибо, я сыт. Нет-нет, я никуда вас не пущу, пока не накромлю хорошенько. Нет, спасибо. А к нам гость. Здрасьте. Привет. Здрасьте, здрасьте. Садись. Садись. Катя, поухаживай за гостем. Я думаю, Маша, по этому поводу можно выпить вина. А что сегодня праздник? Сегодня, Агнесса Ивановна, вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи. Эдкая смесь нигилизма с хамством. Синяя, синяяя. Любопытнейший экземпляр. Любопытнейший. Кстати, как ваше имя? Иван. Это надо было узнать прежде всего. Очень хорошо. Иван. Очень хорошо. Меня вы знаете. Катя тоже. Это моя мама, Агнесса Ивановна. Это моя супруга, Мария Викторовна. Видите? Все принимается в штыки. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не нужно, мы все сами знаем. Да что ты на него набросился? Это принципиальный вопрос, Маша. Я, мы, наше поколение, хочет знать. Да. Для кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание? Да, в чьи. А что вы, собственно, беспокоитесь? Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать. Ну, материальные блага необходимы, в этом нет ничего предусудительного. Но все же нужно заслужить их. Надо приложить какие-то усилия. Ведь никто не подарит вам за красивые глаза ни машина, ни дачи. Но надо трудиться, работать, овладевать знаниями. Вот тогда красивый автомобиль будет хорошим и заслуженным вознаграждением. Да. Если, разумеется, вы хотите получить его честным путем. Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины, лучше пешком ходить. Именно. А иначе, мой юный друг, никак не получится. Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней. И дело можно сказать в шляпе. У вас и связи имеются, и денежки вводятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери. Найдете же, возможно, вы на институт меня пристроить. И тепленькое местечко выхлопотать. И квартиру постарайся купить. А, Агнесса Ивановна? Агнесса Ивановна. Квартира. Ты слышишь? Бомб! Безобратие! Пошел в руку! Убирайся! Мерзавец! Иван, постой! Вот здорово! Ничего хорошего не вижу. Еще на работу сообщит. Не сообщит. Вот твоя рукопись. Ты сейчас куда? В редакцию. Знаешь, дай мне свой телефон. Я тебе позвоню вечерком, расскажу, что да как. 5-43-71-60. Ну, Анна и побежала. Что там делается? Потрясающе! А ты смешной. Ты мне нравишься. Иван! Здорово! У тебя какие планы? Домой иду. Мне звонить должны. Слушай, у меня тут две девочки. Может, сходим куда-нибудь? Твоя левая, моя правая. Куда сходим? Ну, в кино или в кафе-мороженое. Васенька, ты скоро? Да сейчас! Сейчас! Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе? То есть? Мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание. Ты что, в философском смысле интересуешься? Ты хвостом не верти. Отвечай, по каким принципам существуешь? Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. Молодец. Горжусь тобой. Бери девочку, вдуй в кино. Давай. Алло. Здрасте. Подойдите, пожалуйста, Ивана. Это я, Катя. Привет. Ну, как дела? Все нормально. Что там твой отец? Да ничего. Все в порядке. Поключал, конечно, немного, а потом успокоился. Мама сказала, что ты оригинал. Серьезно? Да. Ты, как ни странно, очень понравился. Так что не волнуйся, на работу тебе отец не будет звонить. А что мне волноваться? Я лицо неответственное. Ты, скорее, лицо безответственное. Но все равно не хотелось, чтобы у тебя были неприятности. Спасибо. Ты что завтра делаешь? Утром учусь, а вечером вроде ничего. Может, сходим куда-нибудь? Давай. Давай сходим. Во сколько? Ну, на площади Маяковского колоннады. Подгребай, часть к пяти идет. Хорошо. Ну, ладно. Пока. Ага. Пока. КОНЕЦ КОНЕЦ Степан Афанасьевич, какое у вас самое заветное желание? КОНЕЦ Чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 740 градусов. Это еще зачем? Рыба лучше клюет. Вот я загадала бы желание, чтобы выйти замуж за японца. Почему за японца-то? У них технология самая передовая. А грузин тебе не устроит, а? А то у меня есть один знакомый. Вы все шутите, Степан Афанасьевич? Я серьезно. А ты, Вань? А я мечтаю, чтобы коммунизм на всей земле победил. О, венера. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Кстати, от нас нужно одного человека отправить на овощную базу. Вот ты, Иван, и пойдёшь. Привет. Привет. Ты сегодня чего? Мерси. Что будем делать? Может, поцелуемся? С какой-то стати. Ну так, что ты развалишься, что ли? Ну развалиться, конечно, не развалюсь. Но целоваться с тобой не буду, у меня принцип. А у меня, что думаешь, принципов нет, да? Не знаю. Ладно, ты зачем меня сюда пригласил? Чтоб что делать? Чтоб целоваться. Ну ладно, ты что, обиделся, что ли? Я пошутить хотел. Ладно, какие у нас сегодня планы? Может, сходим куда-нибудь? В кино или в кафе-мороженое? Надоело. Кино и кафе. Хочешь, я тебе покажу лугу леопарда. Зачем ты меня сюда привел? Здесь лугу леопарда. Где? Вот. Почему? Это же карьер. Откуда здесь леопард? У нас осенью леопард сбежал из Шапито. Ну и что? Ты его видел? У-у-у. А почему ты решил, что он здесь живет? Говорят, его здесь убили. Как же он может здесь жить? Здесь его следуи. Вон смотри. Пошли отсюда. Как же, он еще... Он якобы согласен. Вон gaat прям! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Слушай, Базин, что все время ржешь, как жеребец? Кто ржет? Ты. Когда я ржал? Дим, скажи. Да все время. Скажете глупость и ржете, как дураки. Иван, можно у тебя на минутку? Что? У моей подруги день рождения, она нас приглашает. Не хочешь поедать? А что, здесь не нравится? Нравится? Ну, там день рождения, она моя подруга. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь в Японии занимался 6 лет. Ну, когда с родителями там жил. Что за платье? Просто идиотство. Самое интересное, что в Париже так никто не носит. А вы бывали в Париже? Я все лето провела в Белграде. У Нина отец работает в Югославии. Ну, а в Париже-то вы были? В Париже я не была. Ты где учишься, Иван? Нигде. Работаешь или будешь поступать? Куда же поступать с моей анкетой? Я 5 лет оттрубил. Где оттрубил? В зоне. 5 лет отсидел. От звонка до звонка. У тебя спирт тяги нет? Что? Спирта, говорю, нет? Нет, спирта нет. А одеколон у вас водится? Не знаю. Может быть, у папы духи есть. Наши или импортные? Французские. Не люблю я французские. Ну, ладно. Давай, тащи. День напролет, год напролет. Иван, открой. Тебе что, плохо, Иван? Зачем ты это сделал? Ты что, обиделся за своих друзей, да? Мне домой нужно. Давай провожу тебя. Не надо. Вань, ты где был-то? Тебе что, плохо? Умутит что-то. Наверное, отравился. Ой, может, скорую вызвать? Да нет, мне лучше. А ты что ел? Мороженое. Мороженое. Ой, что это от тебя духами-то пахнет? Ты что, с девушкой был? Да не, с Базиным. Ма, а мадам Роша хорошие духи? Ой, сынок, замечательные. Дорогие только. А ты что, хочешь сделать подарок? Я уже сделал. Два флакона. Как? А где ты деньги достал? В карты выиграл. Вы что, играете в карты? На деньги? Да не, не беспокойся. У Байзена дяди умер в Америке. Ротшильд, слышала? Ой. Все, ты шутишь. Ложись. Спокойной ночи. Угу. Угу. Продолжение следует... 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 Я говорю, ну а зачем тебе тогда все эти бицепсы, трицепсы, мыши все эти двуглавые? Зачем? Что ты ими хочешь сделать? И знаешь, что он сделал? Взял вот так вот банку в руку, так ее... в лепешку. И говорит, ты так не сделаешь. Нет, объясните мне, вот что это все значит? Успокойся, мне кажется, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты просто слишком срог к нему. Перестань, перестань, Семен. Я хочу понять одно. Я хочу понять, что он хочет. Нет, я желаю знать, кого я вырастил. Но имею на это право или нет, а? Имею. Пусть он мне скажет, ты старый осел, ты жил не так, я буду жить по-другому. Я пойму, но пусть он скажет. Но он же молчит. Пусть вообще уходит из дому. Но он же молчит. Пользуется всем, молчит. Все, все, все. Это возрастное. Наш сын был в замкнут, нелюдим, теперь окончил институт, поступил в аспирантуру. Это возрастное. Не правда ли, Иван? Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как вы. Ну, зачем с такими же, как мы? Можно быть и лучше. Надо идти вперед. Мы пойдем вперед. Друзья, что это мы как на работе? Все дискутируем, да дискутируем. Я надеюсь, вы простите мой отцовский эгоизм, если я попрошу свою дочь спеть нам что-нибудь. Отлично. Ну, Катюш, спой-ка нам. Соловья а-ля Бирского. Она, кстати, отлично поет соловья. Бросим. Я не хочу петь. Ну, почему, Катя? Не хочу и все. Ну, Катюша, Екатерина. А давайте я спою. Соловья, а-ля Бива. А ты разве любишь петь? Я в школьном хоре пел. Ну, что ж. Ну, давай. Соловей, мой соловей, Голосистый соловей, Ты куда-куда летишь, Где всю ночь купропоешь? Соловей, мой соловей, Голосистый соловей, Соловей, мой соловей, Голосистый соловей. Ты, житель мой соловей, Голосистый 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 соловей, Чужие, не гварь. Соловей мой, солей, голосистый соловей, 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 голосистый соловей. Давайте споем электричкой. Подожди, подожди, вот ты, можешь мне сказать, что ты хочешь сделать в жизни? О чем, так сказать, мечтаешь? Погоди, Семен, почему? Я просто хочу узнать у молодого человека, о чем он мечтает. Он может отвечать, это его право, но пусть он скажет. Я хочу сказать, я хочу сказать, о чем я мечтаю. Не надо, Катя. Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам. И еще, еще я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом магнитофон и маленькая собачка. Это честно. Ну что ты, Катя? А теперь я действительно, пожалуй, спою. Может, мне надо? Нет, почему же? Ты же просил? Жил на свете козел, ни удав, ни осел, настоящий козел, святой брата. Нет! 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 Катя! Катя! Черт-те что! Катя! И мне надо. Я знаю, это такое, которое напрягается с Anthony Казахis. Я не знаю, это такое, что, что я не могу. Я доволен мне и боролись с Казахисом. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ваше место. И я не могу. Ваше место. Иван, ты ко мне больше не приходи и не звони. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Ничего, Катюш. Ничего. Гости уже разошлись. Надо идти домой. Я не могу, пап. Не могу. Ничего. Все пройдет, Катюш. Все пройдет. Ну, пора домой. Поздно уже. Пошли. Попробовим. 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 Катюш. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»